Антон и Вика Макарский Псков, Великий Новгород, Тверь, Кострома, Вологда, Владимир. Словом, мы путешествовали по городам России и открывали для себя ее великие святыни. Это путешествие было временем новых и невероятно ярких открытий. Это была история настоящей радости. Где бы мы ни были, что бы мы ни видели, мы испытывали что-то очень близкое к счастью. И теперь мы готовы делиться нашим видео, чтобы вы тоже могли насладиться тем, чем насладились мы. При этом каждый наш выпуск будет посвящен одному из регионов нашей страны. И мы просто расскажем о том, каким его сделало время и каким его увидели мы. Зима. Какая же все-таки в России особенная зима. Где бы мы ни были в зимнее время, будь то в Дивеево, в Оптиной пустыне или в Граде Владимире, к примеру, везде получали мощнейший заряд бодрости, свежести и какой-то простой человеческой радости. Путешествуешь по стране, наслаждаешься всем этим и думаешь, как же все-таки жаль тех людей, которые зимой в эти места даже и не пытаются попасть. Думают, что холод здесь такой, что лучше и не ездить. И как же они ошибаются. Да, полностью согласен. Но все же должен заметить, что есть место в нашей стране, где зимой побывать хоть раз в жизни мечтает абсолютно каждый россиянин. И в первую очередь это касается всех провинциалов. Таких, как мы с Викой. Думаю, что нисколько не преувеличу, если скажу, что для всех жителей России это место особенное. И значит, действительно очень многое. Мечта провинциальной девочки Вики. Москва. Красная площадь. Праздник. Да, Москва. Москва и самая главная площадь нашей страны. Вот куда тянет любого туриста, особенно на Новый год и Рождество. В это время здесь устраивают настоящие народные гуляния. И они каждый год собирают огромное количество людей. В этой гуще иногда даже сложно протолкнуться. И так было на рождественские праздники на Красной площади. Всегда. Во всяком случае, когда я здесь бывал, так было точно. В 2019 году я снова на Красной площади. И снова столько же людей здесь. Еще больше. Еще больше. Абсолютно верно. Настроение у нас с Антоном было праздничное. Как, впрочем, и у всех людей, кто был на площади. Но все же легкий налет грусти тоже присутствовал. Потому что именно здесь, в центре России, под бой курантов, мы завершали свое первое большое паломничество по святым нашей страны. Москва была последним городом, который мы решили включить в свой маршрут. И это были последние минуты нашего путешествия. Но погрустить мы еще успеем. И вернемся к ярмарке на Красной площади позже. А пока отправимся по храмам и монастырям столицы. Тем более, что Москва ими действительно богато. И в этом смысле сильно выделяется на фоне других городов. Столица России – один из самых продвинутых и современных городов мира. Музеи, всевозможные научные центры, заводы, театры, спортивные арены. В общем, стандартный набор любого главного города, любой более или менее крупной страны. Но есть у Москвы одна отличительная особенность, которой вряд ли может похвастаться хотя бы еще один город на земле. В это сложно поверить, но в Москве более тысячи православных храмов и часовен. И к тому же еще 30 монастырей. Вот уж действительно столица православного государства. Москва. Город на семи холмах. Один из самых красивейших городов мира и, если брать во внимание, обилие расположенных в нем храмов, пожалуй, самый одухотворенный. Не зря Москву еще называют Третьим Римом. Сегодня можно смело сказать, что наша столица – главная наследница традиций православной культуры. Несмотря на то, что Москва, как и вся наша страна, пережила 70 лет богоборчества, большинство христианских святынь города сохранились. Но их так много, что рассказать обо всех у нас просто не хватит времени. Поэтому мы подумали с Антоном и решили, что отправимся в те монастыри и храмы, которые, с одной стороны, знамениты, но с другой, что называется, неочевидны. Первым делом любой турист, приезжающий в Москву, отправляется на Красную площадь и в Кремль. Но оно и понятно – место уникальное, и здесь обязательно надо побывать. Тем более, что там действительно много интересного. И в первую очередь это касается храмов и святынь, которые расположены на территории Кремля. Поэтому в сам Кремль мы не пойдем. Зачем рассказывать о том, что вы и так посетите? Лучше мы побываем в тех местах Москвы, куда даже самый ответственный приезжий вряд ли сможет добраться. Ну, потому что ему элементарно не хватит времени. И начнем мы с храма Василия Блаженного. Да, все верно. Не удивляйтесь. Никакого противоречия в нашей логике нет. Дело в том, что очень многие паломники и туристы в этот знаменитый на весь мир храм не заходят, по какой-то причине считая, что он всегда закрыт. Очень странная история, но это так. Что там говорить? Даже я, прожив в Москве почти 26 лет, ни разу в этот храм не заходила. И, честное слово, все по той же причине. Потому что думала, что в него невозможно попасть. Надо сказать, что и я от жены далеко не ушел. Потому что был в Покровском соборе, а именно таково его официальное название, всего один раз в жизни. Так что тут нам с Викой обоим хвастаться нечем. Внутри храма нас ожидала Татьяна Григорьевна Сарычева, заведующая филиалом Государственного исторического музея, который так и называется Покровский собор. При встрече мы сразу поделились своей историей с нашей сопровождающей, чем, конечно же, сильно ее удивили. Особенно это ее поразило, потому что храм не только давно функционирует как музей, но еще с 90-х годов является действующим. Это действующий храм с 1990 года. И он совмещает в себе и действующий храм, и музей. Дружно сосуществуем. Да, у нас, пожалуй, один из лучших примеров соработничества с Русской Православной Церковью, поскольку у нас все происходит в согласии и богослужения, и работа музея. Пообщавшись немного с Татьяной Григорьевной, мы, конечно, сразу попросили ее показать нам собор. Так сказать, решили наверстать упущенное. И, надо признаться, упустили мы в свое время действительно многое. Храм Василия Блаженного, без преувеличения, уникальное сооружение. Обычно об архитектуре соборов мы не говорим, но этот храм того стоит. Как оказалось, это величайшее творение древних зодчих, построенное, кстати, по приказу царя Ивана Грозного, включает в себя целых 11 церквей, а не одну, как я раньше думала. Изначально, правда, здесь было всего 9 церквей, но впоследствии были пристроены еще две. В центре собора расположена одна большая шатровая церковь, а все остальные построены вокруг нее. Это и есть главная архитектурная особенность этого удивительного собора. Большие церкви чередуются с малыми церквями, хотя по площади малые церкви на самом деле не очень отличаются от большой церквей. Мы с вами зайдем в малую церковь, и вы сами убедитесь в этом. Что верно, то верно. Малые церкви здесь действительно не слишком уж меньше главной большой. И вообще, если честно, сложилось ощущение, что все церкви собора, ну, очень маленькие. И с трудом можно представить, как здесь помещаются люди во время богослужений. Но самобытности этому храму, конечно, не отнять. Он очень красивый и на самом деле поражает своей неординарностью. Да, собор великолепен, но все же главное его достояние не в архитектуре. Этот храм почти с самого его основания люди называют храмом Василия Блаженного. И, конечно, не просто так. Дело в том, что именно здесь покоятся мощи этого великого юродивого Христа Рани. И именно к ним в итоге мы спустились вместе с нашей сопровождающей. Святой Василий Блаженный – это, пожалуй, один из самых ярких юродивых за всю историю Руси. Как записано в летописях, он был провидцем сердец и мыслей человеческих. Известно, что его чтил и даже боялся сам Иван Грозный. Татьяна Григорьевна рассказала нам, что существует предание о том, что когда Блаженный умер, царь вместе с боярами лично нес его тело к месту погребения. Настолько святой Василий был велик. Для тех, кто не знает, юродивые – это необычные святые. Это люди, которые сознательно становились умалишенными в глазах окружающих. Они это делали ради того, чтобы через самоуничижение, через поношение очистить себя от греха. Подвиг юродства – это вообще один из тяжелейших духовных подвигов, и решались на него за всю историю христианства немногие. Но справедливости ради стоит сказать, что в эпоху Ивана Грозного юродство было достаточно распространено, особенно в Москве. И Василий не был тогда на Руси единственным Блаженным. Было немало юродивых, таких же известных, как Василий. Но вот почему-то, знаете, Василий Блаженный, вероятно, это самый знаменитый Блаженный. Юродивые делились на две категории. Это были нагоходцы. Именно к ним принадлежал нагоходец. Нагим. Он ходил нагим. Согласно житию, Василий Блаженный ходил нагим и в стужу, и в зной, истязая тем самым свое тело. Но вот за таким общим видением кто-то мог рассмотреть глубокий внутренний мир юродивых. А юродивые, в свою очередь, были очень важным элементом социума. Они пытались донести правду и научить жить по правде. Именно отсюда происходят те самые разные сюжеты, связанные с Василием Блаженным, когда она прокидывала, например, стойку с калачами торговца, поскольку торговец замешивал в калачи вместо муки мел. Поэтому вот такими своими подвигами, своими деяниями Василий Блаженный учил жить по правде. Татьяна Григорьевна поделилась с нами сразу несколькими историями о чудесах Василия Блаженного. Но особенно нас заинтересовала та, в которой говорилось об иноверцах, мусульманах, которые были спасены нашим святым. Она интересна тем, что эту историю когда-то рассказали сами спасенные, что говорит о ее достоверности. Однажды персидские купцы плыли по Каспийскому морю и попали в шторм. Казалось, все, гибель неминуем. И они уже начали молиться Богу, думая, что сейчас придет смерть. И тут вдруг на корме корабля они увидели совершенно нагого человека, который, взяв в свои руки руль, вывел этот корабль из бури. Как же они удивились, когда на следующий год эти персидские купцы появились в Москве, и на улицах Москвы они увидели своего спасителя. Это был именно Василий Блаженный. Почему-то именно это чудо стало излюбленным сюжетом для иконописцев и живописцев, которые украшают стены храма. О чудесах Василия Блаженного можно говорить долго. Причем не только о тех, которые происходили еще при жизни святого, но и о тех, которые произошли уже после его смерти. Правда, никаких сведений на этот счет музейные работники, конечно, не предоставляют. А жаль. Но вот что нас порадовало, так это то, что к рати с мощами юродивого Христа ради Василия сегодня может приложиться каждый. Оказывается, для верующих вход в собор постоянно открыт. Поскольку Покровский собор – это и действующий храм, поэтому все верующие имеют право зайти в церковь Василия Блаженного, приложиться к его мощам, не приобретая билет в музей. По воскресеньям здесь у раки Василия Блаженного проходит богослужение каждое воскресенье, а также большое богослужение проходит в День памяти святого Василия Блаженного 14 и 15 августа. На этом мы простились с Татьяной Григорьевной и отправились к выходу. Наше знакомство с храмом Василия Блаженного было скоротечным, но зато, как нам показалось, довольно емким и интересным. Надеемся, мы свою задачу выполнили, привлекли всеобщее внимание к этой святыне. Теперь дело за вами. А нам пора было ехать дальше. Составляя план нашей поездки по святыням Москвы, мы очень долго решали, куда именно поехать. Выбрать было очень непросто, но в одном мы с Викой сошлись сразу. Одним из первых непременно нужно посетить самый древний монастырь столицы, чтобы узнать, с чего и как начиналось православие в главном городе нашей страны. Вот интересно, а сами москвичи знают, какой монастырь у них самый древний? Если кто не знал, то сообщаем. Самая древняя столичная обитель – Данилов монастырь. Он был основан в 13 веке. Тогда же наша будущая столица обрела и очень сильного духовного покровителя, преподобного Даниила Московского, который не только возвел первый монастырь в городе, но и был одним из самых великих князей в истории Руси. Мощи этого святого, разумеется, хранятся здесь, в Даниловом монастыре, и считаются главной святыней обители. Здравствуйте, Ваечка! Здравствуйте, Антон! Виктория, добро пожаловать в самую древнюю московскую обитель, хозяину Москвы, как его называют преподобного князя Даниила, верующие москвичи. Видите, замечательная погода, снежок, морозец, но все-таки, мне кажется, здесь будет нам холодно. Да, вы как-то легко одеете. Поэтому пройдемте в храм, как раз к нашим святыням. Мы хоть и не москвичи, но в Москве живем уже очень долгое время, и здесь, конечно, бывали. Нашего сопровождающего звали отец Гермоген. Он насильник Данилова монастыря. И, как вы наверняка успели заметить, очень позитивный человек. Он с первых секунд захватил наше внимание своим ярким рассказом об истории обители. И многое, о чем он рассказал, мы уже знали. Но некоторые факты все-таки услышали впервые. Данилов монастырь – самый древний монастырь на московской земле. Дело в том, что его основатель, преподобный князь Данилов Московский, был младшим сыном Александра Невского. Ну, естественно, как было положено в те времена, он получил в наследство самое маленькое, самое бедное княжество на окраине той еще древней Руси. Это было московское княжество. В нашем современном понимании Москва тогда была деревней. В Москве не было ни одного каменного здания. Было несколько деревянных церквей, но ни одного монастыря. И вот в 1272 году князь Данилов Московский приезжает сюда. И одним из первых дел, которые он совершил, он основал монастырь, основал обитель. Вот очень многие думают, что Данилов монастырь называется в честь преподобного князя Данила Московского. Но вы сами понимаете, что в честь себя самого князь не мог основать монастырь. И, конечно, наша обитель прежде всего посвящена небесному покровителю князя Данила, преподобному Данилу Столпнику. Ну, а потом уже, конечно, князь Данил был настолько почитаем москвичами, что, естественно, у всех Данилов монастырь ассоциируется прежде всего с преподобным князем Данилом. И надо сказать, что недаром его называют хозяином Москвы. Со всеми нуждами, бедами сюда приходят множество москвичей и, как правило, очень быстро получают благодатную помощь от святого. И вот у нас сейчас есть возможность пройти к мощам нашего небесного покровителя, преподобного князя Данила Московского. И там я вам поподробнее расскажу об истории мощей. Великий князь Данил Московский отличался от многих других правителей очень миролюбивым нравом. Он никогда не совершал никаких набегов на соседей, но при этом сумел значительно расширить владение московского княжества. Именно при нем Москва начала обретать очертания главного города Руси. И, по большому счету, именно ему обязаны москвичи сегодня своим особым статусом. Доподлинно известно, что всю свою жизнь Данил Московский стремился уйти в монахи. А свое княженье считал послушанием перед самим Богом. Перед смертью он осуществил свое стремление и принял постриг. А похоронить завещал себя без почестей, как обычного, простого инока. По завещанию князя его хоронят никак. В то время полагалось великому князю в крепке храма, а хоронят его на монастырском кладбище. И буквально после самой смерти начинается народное почитание князя. На его могилке происходит множество исцелений. И в XVII веке князя канонизируют, и в 1652 году обретают его мощи, которые хранятся сначала здесь, в храме святых отцов, а потом уже переносятся в Троицкий собор. От этих частиц мощей исходит великая благодатная сила. Множество москвичей и гостей столицы, паломников приходят сюда, чтобы попросить у князя Нила самые сокровенные. У нас мы даже ведем специальную книгу, где фиксируются как раз случай благодатного заступничества. Мы вот сейчас даже стоим несколько минут, и вижу, что поток людей не иссякает. Очень много людей. Все время, да, постоянно? Да, нет, очень много приходит людей поклониться мощам преподобного Дня и Даниила. Чтобы продолжить свой рассказ о святынях монастыря, отец Гермоген предложил нам пройти в другой, главный храм обители, в Троицкий собор. В нем находится икона Божией Матери Троиручица. Этот образ является очень необычным и в то же время почитаемым во всем христианском мире. Эта икона особенная. И все дело в том, что на ней Богородица изображается с тремя руками. По словам отца Гермогена, у очень многих людей это вызывает недоумение. Мол, зачем изображать Богородицу таким странным образом? Ответ кроется в истории самой иконы. И связана она с именем преподобного Иоанна Дамаскина. Богослова, жившего на рубеже седьмого и восьмого веков в Константинополе, во времена одного из переломных моментов в истории христианства. В это время в Константинополе возобладала ересь иконоборчества. То есть почти сто лет были и императоры иконоборцы, и патриархи иконоборцы, которые запрещали любые иконы, любое изображение Господа, Божьей Матери. Иконоборцы утверждали такую вещь, что поклонение иконы является язычеством, потому что сами иконы являются неким предметом поклонения. И обвиняли в одолопоклонстве те, кто почитал святые иконы. А как раз Иоанн Дамаскин писал о том, что собственно икона не является сама по себе объектом поклонения, что прежде всего мы поклоняемся тому, кто изображен на иконе. То есть таким образом от образа восходим к первому образу. Вот как раз то, что это не является нарушением канонов, ничего эритического в этом нет. Как говорит нам история, Иоанн Дамаскин написал много богословских трудов в защиту святых икон. За это его стали преследовать, и в итоге в наказание отрубили кисть руки. Согласно преданию, преподобный долго молился образу Богородицы, и она в ответ на мольбы его исцелила. Кисть руки снова приросла. И преподобный отблагодарил Божью Матерь особым образом, подвесив к окладу ее иконы серебряную руку. Эта традиция, подносить к иконам украшения из золота и серебра в благодарность за помощь, сохранилась во всем мире до сих пор. Преподобный Иоанн к иконе приделал серебряную руку снизу благодарность о том, что Божья Матерь совершала такое чудо. Вот если вы были в южных странах, в Греции, кстати, не только в православных, даже в католических многих странах, вот то место, где было явление Божьей Матери, где совершались стильные чудеса, люди, получившие чудесное исцеление, всегда в благодарность оставляют или какие-то драгоценности, или серебряные, изготавливают ту часть тела, которая чудесным образом исцелилась. И вот в дальнейшем, когда переписывали икону Божьей Матери Трирочица, естественно, приписывали вот эту вот серебряную руку, которая была снизу. Но иногда художники, или, не знаю, истории иконы, иногда просто приписывали третью руку как живую. Вот на самом деле, конечно, Божьей Матери две руки, не может быть никаким образом три, потому что она была человеком, а у человека, как мы знаем, на две руки. Вот такая удивительная история. Отец Гермоген показал нам еще несколько святым обители и рассказал несколько историй, связанных с ними. Слушать было его невероятно интересно, поэтому, если вдруг решите приехать сюда, очень рекомендуем обратиться за сопровождением именно к нему. Ну, а мы попрощались с батюшкой и продолжили свое путешествие по святыням Москвы. По дороге из Данилова монастыря у нас зашел разговор о том, как все-таки много в православии святых. Одни очень известны, а о некоторых мы, например, узнали только в наших поездках. Но о святой, к которой мы направлялись в этот раз, знают абсолютно все. И это точно не преувеличение. Мы ехали к блаженной Матроне Московской. Это одна из самых любимых святых современной России. Святой ее называли еще при жизни, причем с детства. Родилась Матрона абсолютно слепой, а в юности у нее полностью отнялись ноги. При этом Бог наградил ее даром духовного зрения, особой прозорливостью, а еще невероятно сильным даром исцеления. Вот такой парадокс. Абсолютно немощная в физическом плане женщина видела и чувствовала гораздо больше, чем окружающие ее здоровые люди. Всю свою жизнь Матрона посвятила молитве о тех, кто ежедневно обращался к ней за помощью. А в наше время тысячи паломников ежедневно стремятся приложиться к ее мощам, которые находятся в Покровском монастыре на Таганской улице. Наверное, нигде и никогда, сколько бы мы не ездили в паломнические поездки, даже в Иерусалиме, в храме Гроба Господня нет таких очередей, как у Матронушки Московской, как в Покровском монастыре. Это потрясает просто, когда ты видишь, сколько людей стоит в жарную, в холод, на морозе, неважно. Ты приезжаешь и видишь огромные толпы людей, вот эта очередь, которая выстраивается по всему монастырю, и ты ищешь конец этой очереди, не можешь его найти. Прославление Матроны Московской в лике святых произошло совсем недавно, всего 20 лет назад. Во многом благодаря настоятельнице Покровского монастыря, Матушке Феофании. Именно она напрямую обратилась с просьбой к Патриарху Алексию Второму о переносе мощей блаженной и о ее канонизации. С Матушкой мы встретились прямо у входа в монастырь. И, конечно, сразу попросили рассказать нам подробности той истории. Я Матрону давно знала, поэтому Матронушка подавала документы и ездила туда к Матронушке на кладбище. Что-то никто не подавал на канонизацию, и я решила заняться этим вопросом. Но не знала, какие документы там, конечно, нужны. И чудом, как Алексей Второй приехал сюда, я, ну, так говорю, я Криво-Ваше Святейчество, и задала сразу вопрос, а можно бы уже на Матрону хотя бы, если не канонизировать, ну, хотя бы перезахоронить, потому что наши сёстры там дежурят, но невозможно постоянно туда ездить. И, знаете, Святейший согласился сразу поехать. Мы сразу поехали туда, я взяла Кадила, и Патриархиль, отец Сергий подякан был, он подякан стал. И вот так он там литья отслужил, с народом со всеми говорил. И сразу 8 марта было в Редине, через месяц Киран. Я не ожидала. Это потрясающая. А потом, когда уже подняли, а Святейший говорит, а где документы на канонизацию? Ну, я же, говорю, сказала, что только перезахоронить, я же не думала о канонизации. И вот мы год собирали, и вот в этом году, в 99-м году, как раз вы снимаете, 2 мая будет 20 лет канонизации Павлины Матроны. Практически сразу после обретения мощи Матронушки, жизнь Покровского монастыря, жизнь Покровского монастыря навсегда изменилась. С каждым годом количество людей, приходящих в храм, становится все больше. Именно после посещения Блаженной Матроны, ощутив ее помощь на себе и близких, многие обретали веру и воцерковлялись. Как рассказала нам матушка Феофания, чаще всего люди впервые приходят к Матроне, когда у них случается большая беда. В первую очередь ищут помощи из-за неизлечимых болезней. И чудеса исцелений, как бы сказочно это ни звучало, происходят у многих буквально на глазах. Помощь по молитве Матроны приходит очень быстро. Поэтому и идут к ней со своими просьбами, как мы уже говорили, люди всех возрастов, статусов, национальностей и даже религий. Да, у нас даже мусульмане приезжают. Приезжали? Да, очень много. Раньше, когда забора не было, так они, это, Матронов как поможет, так они овцов, ну, думаю, точно, мусульмане были, овечек здесь приносили. Да, да, да. Мы их на подворье. А я вот заметил тоже, очень многие люди идут с благодарностью, что-то несут. Я говорю, мусульман, можно мне не крестьясь подойти? Я говорю, конечно, подходите. А я раз помню, тоже как-то за ящиком стояла, еще когда лет 10 назад помогало народу, много было. Ребята подошли, тоже мусульмане, продукты принесли. Матроны, как нам вот Матроне преподнести? Они думали, что она живая. А он говорит, где она тут принимает, чтобы нам вот жену передали сумки, потому что Матрона так помогла. Я говорю, а пойдемте на канон поставить, а к Матроне проведу. И сама их провела. А он говорит, не может такого быть. И говорит, как же так она слышит, как-то я умерла. Они прямо удивлялись. Я говорю, прикладывайтесь, прикладывайтесь. Я говорю, я ей прямо головой. Я говорю, ну все, Матроне, передадите тогда. Вслед за матушкой мы начали пробираться к храму. Все верно. Я не оговорился. Именно пробираться. Потому что очередь к Матроне начинается от самого входа в монастырь. Первая из них ведет к уличной иконе Святой Старицы, а вторая к ее мощам. Главный образ блаженной находится на внешней стене храма, прямо напротив входных ворот. На этом месте икону монахини разместили без какой-то особой причины. Но теперь все приходящие в храм первым делом идут приложиться именно к ним. Пройти внутрь и найти немного свободного места, где мы могли бы продолжить разговор с матушкой, было очень непросто. Ради нескольких секунд у рати с мощами преподобной люди ждут своей очереди по несколько часов. Как нам рассказала настоятельница обители, люди не только приезжают, но и пишут письма, звонят, присылают телеграмму с просьбами о молитвах. Эти просьбы летят со всего мира. Вымаливают здоровье, детей, очень много и обычных житейских просьб. И на все Матронушка отвечает. По-другому объяснить этот ежедневный нескончаемый поток просящих просто невозможно. Как рассказала нам матушка Феофания, при жизни блаженной поток людей был не меньше. Даже в советское время, несмотря на преследование властей, она не прекращала принимать. Из-за этого ей даже пришлось покинуть родной дом и перебраться в Москву, где до самой смерти она и жила, скитаясь с квартиры на квартиру и прячась от арестов. Особенно много людей обращалось к Матроне во время войны, чтобы узнать участь своих близких. Говорят, даже сам Иосиф Сталин тайно посетил Матрону накануне своего запланированного отъезда из Москвы, когда казалось, что надежды на победу над немцами уже нет и когда враг уже приближался к столице. Иосиф Сталин вот все ты будешь здесь в Москве а он не верил не верил и он облетел все Матрона сказала если ты откроешь храм и монастыри и сказала Троица Сергея Лавра в Москве какие храмы открыли и он все выполнил когда Москва победила и Троица Сергея Лавра отдала и храмы некоторые открыли в Москве он все сделал Точное количество чудес помощи и исцеления по молитвам Матроны назвать невозможно оно невероятно огромное по словам матушки Феофании только тех особых удивительных случаев подтвержденных многими свидетельствами было собрано монахинями уже в четыре огромных тома и каждый день эти списки пополняются мы поблагодарили матушку за рассказ попрощались с ней и отправились дожидаться своей очереди у раки блаженной простоять несколько часов в плотном потоке людей кому-то может показаться нелегким испытанием но это самое малое что может сделать каждый приходящий в храм к святой Матроне и хотя бы этим заслужить ее помощь уехали из Покровского монастыря мы уже поздно вечером даже наверное ночью и конечно мы были под впечатлением от всего и увиденного и услышанного мы направлялись домой спать и почти все время пока ехали молчали потому что слов не находилось были только мысли мысли и еще раз мысли даже говорить не хочется да вот так не у меня только знаешь столько информации столько не информация это даже не информация это реальность такая потрясение смотри я понял что это это потрясение от близости к Богу через Матрону это вот когда дух захватывает и ты понимаешь как близко как это близко потому что то как она помогает людям ну это вот молитвами уваженной Матроны утро выдалось чудесным морозным и по-настоящему предпраздничным накануне Рождества когда весь мирской люд уже немного оживает от празднований в храмах столицы приготовления к церковным торжествам наоборот в самом разгаре и всю эту редкую и оттого очень волнительную суету мы смогли наблюдать в монастыре в который и отправились этим утром Сретенский монастырь вот куда мы приехали основан он был еще в 14 веке старшим сыном Дмитрия Донского князем Василием I находится обитель в самом центре Москвы на улице Большая Лубянка конечно ассоциации с Лубянкой у многих людей совсем иные и никак с православием не связаны но тут уж ничего не поделать история наложила свой отпечаток по своим размерам Сретенский монастырь самый маленький в Москве что совершенно противоположно его значению в истории русского православия несмотря на огромное количество храмов и монастырей в столице ни один из них не имеет такой глубокой связи с историей нашей страны как Сретенский почему объясним чуть позже но именно благодаря своему прошлому в наши дни обитель все больше разрастается и хорошее и уже можно точно сказать она является одной из самых красивых и посещаемых в столице пройдя на территорию монастыря мы сразу же окунулись в царящую здесь особую атмосферу обитель украшали к Рождеству и вокруг было непривычно суетно но при этом как-то очень душевно и радостно на удивление нам достаточно быстро удалось разыскать нашего сопровождающего отца Афанасия в монастыре он исполняет обязанности благочинного кто не знает напомню это что-то вроде старшего администратора поэтому батюшка ожидая нас внимательно следил за всеми работами Рождественское, да Такое праздничное настроение Ну вот, если можно так сказать Если можно применить слово К монастырю, то здесь, наверное, Самый шикарный монастырь Если это применимо слово Не знаю, применимо ли оно к монастырю Очень красиво С мирской точки зрения, ну просто такая красота Все красивое на благо Христов Роскошно Даже не роскошно, даже не роскошно Торжественно, благолепно и торжественно Потому что все лучшее стараемся принести Богу Я бы так сказал Абсолютно согласен Батюшка, ну вы нам расскажете об истории Обязательно расскажу, только давайте пройдем внутрь Потому что не очень жарко Понял, да, конечно Пойдемте С мороза вслед за отцом Афанасием Мы сразу прошли в самый древний храм обители Собор во имя Средине Владимирской иконы Божией Матери Его название напрямую связано С историей образования монастыря Которую и рассказал нам батюшка В первую очередь В 1395 году на Русь приходит известие Что в сторону Москвы приближается татарский хантамерлан Он уже разорил южные земли И двигался к столице А при этом военных сил, чтобы сопротивляться У русских не было практически Недавно прошла Куликовская битва И все силы были истощены Конечно, князь с небольшим войском выступил против врага Но было очевидно, что все, что они могут сделать Это героически погибнуть И тогда русские, как обычно, стали надеяться не на помощь земную А на помощь небесную И чтобы, скажем так, усилить молитву москвичей Было решено принести в столицу Древнюю Владимирскую икону Божией Матери Из города Владимира Ее несли крестным ходом И когда образ уже приближался к городу То из Кремля вышел встречать московский митрополит Святитель Киприан вместе с духовенством И вот на этом самом месте, где мы сейчас находимся Встретили икону Произошла встреча иконы Встреча по-славянски Сретения Отсюда и название Сретенский монастырь Улица Сретенка и так далее Многие просто думают, что монастырь в честь Сретения Господня А он как раз в честь Сретения Владимирской иконы И здесь был совершен молебен Люди молились о спасении своей страны Потом икона была перенесена в Кремль На следующий день Тамерлан внезапно развернулся И ушел совершенно в другую сторону Как это объяснить с точки зрения истории Довольно сложно Потому что перед ним был открытый город Где была бы большая добыча Но он почему-то уходит в другом направлении И летописи русские сообщают Что после молитв москвичей здесь Тамерлану явилась Богородица И велела ему уходить отсюда Оставить пределы Руси Он, конечно, не был христианином Но был человеком суеверным Счел благоразумным поверить видению И таким образом Москва была спасена И в благодарность за это Через два года В 1397 году И был основан наш Сретенский монастырь Рассказав вкратце историю обители Отец Афанасий показал нам И сам храм во имя Сретения Владимирской иконы Божией Матери И предложил сразу пройти Главной святынь, которая в нем хранится Мы отправились в нижний предел В подземную часть собора В очень необычном вида крипту Она сделана по подобию Раннехристианских храмов Поэтому в ней нет алтаря И в особом стиле расписаны стены Здесь хранится точная копия Туринской плащаницы В которую, как известно Было обернуто тело Иисуса Христа После его смерти История Туринской плащаницы Наверняка многим хорошо знакома Поэтому всю рассказывать мы ее не будем Но напомним, что главная загадка Этой реликвии В том, что на ней запечатлен Образ Христа во весь рост И этот отпечаток Ничем невозможно стереть Кроме того, изображение Христа Если так можно выразиться Выполнено в негативе Это выяснилось, когда плащаница Впервые была сфотографирована Получив негативное изображение Фотограф обнаружил, что переводить Пленку в позитив Нет необходимости Изображение человека Уже было готово Такой негатив тоже представлен В храме для наглядности На Туринской плащанице Остались следы от ран Христа Частицы Его крови Что сегодня для всех верующих Имеет очень большое значение Плащаницу иногда называют Пятым Евангелием Потому что по тому, что на ней изображено Подтверждается все то О чем говорится в Евангелии Даже здесь невооруженным глазом Видны следы от Ран Спасителя на руках На голове Пятна крови После рана от тернового венца И при исследовании этого полотна Ученые подтвердили все то О чем говорится в Евангелии И то, что Христа бичевали перед этим И то, что сотник пронзил его копьем И таким образом Это еще одно доказательство Истинности христианства Для нашего монастыря То, что гвозди сюда А не так, как показано в Средневеку Да, да, да И многое другое подтверждается По этому изображению И для нас это, конечно, тоже святыня Нерукотворный образ Спасителя Которую мы почитаем Перед которым молимся Как объяснил нам батюшка Афанасий Смысл изготовления копий Туринской плащаницы В том, чтобы верующие Пусть так, но все же Соприкасались с этой святыней Ее оригинал, находящийся в Италии Из соображений безопасности Выставляется на всеобщее обозрение Крайне редко Поэтому приложиться к подлиннику У христиан практически нет Никакой возможности К слову сказать И точных копий плащаницы В мире очень мало Их всего шесть Две из которых, кстати, находятся в России Так что и эти копии Сами по себе являются святынями К тому же образ Христа на плащанице Считается иконой Поэтому у нее можно и молиться И прикладываться к ней Наше знакомство с обителю Продолжилось на улице Мы вышли из древнего собора Во имя Сретения Владимирской иконы Божьей Матери И отправились к самому молодому Храму монастыря Да и вообще всей нашей столицы Это храм Воскресения Христова И новомучеников Церкви Русской Его построили менее двух лет назад Но он уже стал очень популярным местом Для православных москвичей Это место, где можно служить литургией на улице На улице? Да, когда летние какие-то праздники И много народу То можно даже в храм не заходить Здесь ставится престол Видите, там как семисвечник висит Который тоже необходим для богослужения Это как алтарь А здесь стоят люди и молятся Мы один раз вот так служили И это тоже, конечно, еще больше так создает атмосферу Объединяет на летние праздники Спокойно можно совершать богослужения так Ведь в принципе и построен-то собор В первую очередь для того, чтобы все желающие здесь помолиться Спокойно могли помолиться в монастыре Собор вмещает около трех тысяч человек И на Рождество и на Пасху Как раз это то, что нам нужно Ну да, полон всегда Ну, воскресным дням около полутора тысяч человек Рождество и Пасха, да, вот Около трех тысяч Великим постом, понятно, тоже очень много Так что, конечно, он просто дал нам возможность Спокойно молиться за богослужением Нужно сказать, что храм Воскресения Христова И новомучеников Церкви Русской Производит невероятное впечатление Видно, что храм современный Но ощущение мурашек по телу От этого не становится меньше И, конечно, очень радостно на душе От того, что в наше время Храмы не только возрождаются Но и возводятся совсем новые Когда мы заходили Один мужчина, тоже зашедший в храм Сказал такую фразу Как на небе Как на небе Прям повторил несколько раз Я абсолютно с ним согласен Сильнейшее впечатление Храм специально и делался таким Ярким, радостным, летящим Видите, здесь большие окна Белый камень Такие золотые и зеленые тона Для того, чтобы показать Что эта тема новомучеников Для нас тема торжества И победы христианства И весь этот храм Это и показывает После Сретенского монастыря Мы с Викой поехали на Красную площадь С этого мы начинали нашу московскую историю Помните? Был канун Рождества И хотелось встретить его Именно там Среди радующихся И улыбающихся людей Все-таки здорово, что такие ярмарки Устраиваются у нас На главной площади страны Чувствуется какое-то Всеобщее единение И на душе от этого становится Очень тепло Да Душа в тот вечер Действительно была согрета Минуты, проведенные у стен Кремля Были по-настоящему радостными Но, как я уже говорила Легкий налет грусти Все-таки присутствовал Было немного тоскливо От того, что первое наше Большое паломническое путешествие По России Завершилось А ведь мы только Что называется Вошли во вкус Только распробовали То ощущение Которое, как говорят Не передать словами И почувствовали Что готовы Продолжить путь Но, как, наверное Сказали бы мудрецы Всему свое время Ну вот и все Подошел к концу Первый сезон нашего проекта И если мы часто говорили Что грустно От того, что покидаем Какой-то город Или регион То сейчас мы грустим От того, что Какое-то время С вами не увидимся Но все равно Жизнь продолжается Праздники новогодние В самом разгаре Новый 2019 год наступил А это значит Что в этом году Будут новые города Новые люди И новые открытия Это святыни России До встречи Дверь Дверь Открой Войди И рядом сядь Ты Со мной Молчи Все не сказать Вот и все Пришла к нам грусть Снег в окно Летит Летит И пусть Летит И пусть Дверь Открой Войди 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 И рядом сядь Ты Со мной Молчи Все не сказать Молчи Молчи КОНЕ Продолжение следует...